Десять лет назад говорили, как поднять сельское хозяйство района. Сегодня речь идет о том, как удержать позиции и поднять планку успеха еще выше. На фоне проводимой модернизации строящихся новых ферм, реконструкции старых, животноводческой отрасли никак не обойтись без профессиональных трудовых ресурсов. В районе уже сложился коллектив как специалистов, руководителей, так и простых работников отрасли животноводства. Поэтому данной отрасли на протяжении последних 10 лет очень серьезное внимание уделяется нашим районам, потому что 78% выручки у нас получается непосредственно от реализации продукции отрасли животноводства. Ну а лидерство, конечно, нас ко многому обязывает прежде всего, потому что все технологические моменты мы должны соблюдать, приумножать и достигнутые показатели обязательно превосходить. Мозырский район занимает 12 место в республике по продуктивности дойного стада. За пять месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство молока в районе выросло на 8%. Большая его часть поступает на перерабатывающие предприятия региона, например, мозырские молочные продукты, 60% продукции которой ориентировано на экспорт. Именно здесь традиционно проводят свои заседания клуб мастеров высоких надоев. Лучшие операторы машинного доения награждаются почетными грамотами и ценными подарками. Работа нравится с душой. Люблю животных, люблю коров. А в остальном, ну, наверное, еще руководство помогает. Условия созданы для работы. Так что, если не ленишься, то будешь работать. Представительницы совхозкомбината «Заря» собрали самый большой урожай наград. Ей среди доярок, предприятия и победители республиканского соревнования. Это Наталья Денисенко. Я тоже недавно, только третий год работаю, оператором машинного доения. Ну, работа нравится с удовольствием. Соревновательный принцип может и отдает прошлым, но действенен и сегодня. Таким образом, стимулировать труд работников старается и каждое предприятие в отдельности. Благодаря, конечно, профсоюзной организации. Что касается нынешнего заседания клуба, то награждением оно не ограничилось. По итогу было написано обращение к другим операторам машинного доения с призывом любить свое дело и выполнять работу добросовестно.